НЕ РАССКАЗАННЫЕ ТАЙНЫ ЧАСТЬ ПЯТАЯ Посещая богослужения, Даша заметила, что в собрании не все сёстры были покрыты. Она не стала выяснять причину, а поскольку дома покрывалась, то и сюда привезла свою любимую косыночку, белую маркизетовую, по краям обвязанную розовой ниткой. Хотя после войны почти все женщины, даже неверующие, ходили покрытыми, городская молодёжь уже не покрывалась, поэтому на Дашу сразу обратили внимание и поняли, что она не местная. Среднего роста голубоглазая девушка с пышными вьющимися волосами приходила на богослужения в числе первых. Она садилась в передних рядах и с большим вниманием слушала не только проповедника, но и всех, кто пел или читал стихи. Уже в третье воскресенье к ней подошла щупленькая седоволосая сестра. «Приветствую тебя! Меня зовут Варвара Тихоновна». «Даша!» — улыбнулась девушка. «Ты откуда? Смуравиц? Верующая?» «Да, член церкви». «А я сразу поняла, что ты не местная», — добродушно заговорила Варвара Тихоновна. «Пока, сыночки, такая тонкая, прозрачная, у нас таких нет. Пойдем ко мне, пообщаемся, посмотришь, где мы живем». Варвара Тихоновна любила служить христианам своим скромным жилищем. Она жила с мужем в одной комнатушке. Муж работал ветврачом. Бывало, приедет кто-нибудь из верующих на рынок в город, заночует у гостеприимных друзей и, уезжая, оставит качан капусты в знак благодарности. А мужу кто-то косточку за работу даст. Варвара Тихоновна сварит щи и приглашает после собрания кого-нибудь из гостей. «Пойдемте ко мне, у меня такие вкусные щи!» А вкус-то у них был далеко не превосходный. Пустые щи, без картошки, без сметаны и прочих приправ в те годы все же считались праздничными. Далеко не каждая семья могла сварить такое кушанье. В этот раз Варвара Тихоновна пригласила Дашу. «При необходимости у нас и переночевать можно», тепло как-то по-домашнему предложила она. С тех пор эта добрая христианка многие годы заменяла Даши и мать, и сестру. Она была для нее первой наставницей и советницей. Ни один раз Даша ела у нее эти вкуснейшие щи. Ни один раз ночевала на ее сундучке. Варвара Тихоновна хорошо знала священное писание. У нее была своя Библия. Она много читала и знала наизусть целые главы из Библии. Через год Клава с Арсением переехали в город. Для Даши в их новом жилище места не нашлось. Варвара Тихоновна помогла Даше найти недорогую квартиру. Горько и обидно было Даше. Она вновь осталась одна, без родных, под чужим кровом. Но скорбь приближала ее к Богу. Читала Евангелие, подаренное Варварой Тихоновной. Даша чувствовала, как ее душа наполняется покоем. А горечь и тоска постепенно уходит. Теперь Даша читала писание без препятствий. У Даши появились близкие подруги. Они охотно участвовали с ними в групповом пении. Но самым близким другом и верной наставницей для нее оставалась Варвара Тихоновна. Она разъясняла молодой христианке, что в церкви не всем можно доверять. Есть люди, которых нужно остерегаться, потому что они только внешне благочестивы. А сердце их далеко от Бога. Однажды к Варваре Тихоновне приехал родной брат Михаил Тихонович. Он недавно освободился из десятилетнего заключения. Михаил Тихонович был служителем и хорошо проповедовал. Ему сразу поручили проповедовать. И он говорил чаще всего в заключении собрания. Он хорошо обобщал то, что говорили другие братья, глубоко раскрывал свою тему и призывал к молитве. Сколько благодарных живых истин услышала Даша из уз этого многострадального служителя. Как хорошо он знал Писание, как ясно излагал духовные истины. Вскоре Михаил Тихонович перевез в Сков свою семью. Видя жажду христиан познавать волю Божью и исследовать Писание, он с радостью приглашал к себе всех желающих изучать Библию. В числе желающих была и Даша. Это были незабываемые вечера. Михаил Тихонович касался многих вопросов христианской жизни, но в основном он говорил о церкви. Служитель объяснял, что церковь создал Иисус Христос. Она является его собственностью и подчиняется только ему. Церковь состоит из возрожденных, искупленных душ. У церкви есть враг, дьявол, который старается проникнуть в нее и разорвать единство верующих со Христом и с друг другом. Разрыв может произойти из-за греха, и его надо бояться. Дьявол — хитрый и коварный враг. Он подходит к человеку то как ангел света, то как рыкающий лев. И у него одна цель — погубить душу. Молодежь, а также зрелые христиане собирались вокруг Михаила Тихоновича и ночами напролет с жаждой слушали его. Слушали без устали, никто не дремал, а утром каждый спешил на работу. Михаил Тихонович видел отступление в среди народа Божьего, особенно в среде руководства, и старался верно наставить христиан. Молодые люди замечали тревогу служителя, но ценность его наставлений они осмыслили гораздо позже. А пока они чувствовали себя как на фаворе, наслаждаясь общением друг с другом и изучая Слово Божье. Как-то раз Варвара Тихоновна сказала Даше по секрету. Приехал старший пресвитер Евгений Сергеевич. Знаешь, как он красиво поет. Слов нет. И проповедует он хорошо. Всегда знает, что сказать. Здесь он встречался с братьями, ответственными за группы в нашей области. Какие-то у них там дела серьезные. Как-то печально и слегка тревожно закончила она. Воскресенье и Даша увидела старшего пресвитера. Он пришел на утреннее богослужение. Служитель представил гостя. Евгений Сергеевич поднялся на кафедру. Не спеша, делая удаление на каждом слове, он приветствовал собравшихся. Я рад быть среди вас, улыбнулся он, и должен сказать, что у вас хорошее место для собраний, просторный зал. Он многозначительно помолчал. Вы должны благодарить Бога и наше правительство, что оно в такое трудное время выделило вам приличное здание. Некоторые христиане с недоумением переглянулись. Евгений Сергеевич между тем запел гимн о образ совершенной любви и чистоты. Высокие своды церкви наполнились прекрасными звуками. Даша казалось, что она слушала бы такое пение весь день. Какие слова! Какой голос! Боже, ты достоин прославления! С умилением думала она, не сводя влажных глаз споющего. Да, у вас просто прекрасный зал, повторил Евгений Сергеевич после пения. Правительство не оставило вас беспризорными, считается с вашими запросами. Надо признать, что мы живем в самой гуманной стране, где совесть, слава Богу, не ущемляется. Вот, например, статья Сталина. Он достал из внутреннего кармана пиджака газету и, развернув, начал читать. Даша замерла. Содержание статьи она не слышала. Ее удивлял и возмущал поступок Евгения Сергеевича. Разве можно читать газету с кафедры? Да еще и статью Сталина. Неужели этот служитель не знает, как этот правитель относится к народу? Если он старший пресвитер, почему он читает газету в Доме Божьем? В зале повисла гнетущая тишина. Мы должны быть лояльными к властям, продолжал Евгений Сергеевич свою речь. Они тоже хотят помогать нам созидать дело Божье. Власть установлена Богом, и ее надо уважать. Третьим проповедовал Михаил Тихонович. Невысокого роста, в сером поношенном полушубке, подпоясанный широким ремнем, он был полной противоположностью старшему пресвитеру. По отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте. Внятно прочитал он текст из «Деяний святых апостолов». Михаил Тихонович стал пояснять, кто такие волки и что имел в виду апостол Павел, предостерегая пресвитеров. Это люди не с улицы, они восстанут и среди верующих, даже и среди служителей. Они не пощадят, не пожалеют, не защитят овец, раненых не перевяжут, голодных не накормят. Они пошире откроют ворота, чтобы впустить врага, который будет терзать и расхищать Божье стадо. Михаил Тихонович говорил уверенно, спокойно, как говорят истину, которую хорошо знают. Даша слушала с замиранием сердца. Столкнулись две противоположные силы. Думала она, что сейчас будет? На виду у церкви разыгрывается поединок. Кто устоит? Михаил Тихонович вышел против вражьей силы, не щадя себя. А сила немаленькая. Жаль брата. Господи, защити Михаила Тихоновича, стала молиться Даша. Он недавно освободился из заключения, и его снова могут посадить в тюрьму за то, что он встал на защиту церкви. Во время проповеди царила необычная тишина. Евгений Сергеевич попросил разрешения спеть еще один гимн. Пел он так же свободно и легко, но теперь пение не принесло Даше наслаждения. Евгений Сергеевич попросил проповедников остаться после богослужения. В рядах послышался шумок. Как все это понимать, спрашивал один. Но уж газету он зря читал, утверждали другие. Зачем же он оставляет проповедников? Недоумевали третьи. Старший пресвитер запретил троим братьям проповедовать, оставив одного, о котором ничего не сказал. На кого же вы оставляете церковь, прослезился взволнованный брат. Что я один сделаю? Объяснений не последовало. На следующий день уполномоченный потребовал от пресвитера характеристики на всех проповедников. В конце недели Даша заглянула к Варваре Тихоновне. От нее она услышала тревожную весть. Михаила Тихоновича арестовали. Я вот собрала ему передачу. Ты пойдешь со мной? Конечно, пойду, не задумываясь, ответила Даша. По дороге Варвара Тихоновна рассказала, что власти настроены против верных братьев, против тех, кто не хочет сотрудничать с уполномоченным и таким снова придется страдать. Михаил Тихонович под следствием. был недолго. Суд вынес решение отправить его в ссылку в Красноярский край. Вскоре арестовали и пресвитера церкви, и сослали на север Казахстан. Субтитры сделал DimaTorzok